Исправи стопы нашей геланью заповеди твоих, Политвами причисляя своей матери всех святых твоих. Аминь. Справной твоей люди победительная, Яко из большей сезлы, Благодарственная восписуем, Дерави твоей Богородице. Но яко имущая державу непобедимую, Во всяких нас безвободи да забеймти. Радуйся, невеста ненебесная. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной, и вовеки веков помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благодаря Господу слави. Христос, есть Тебе Бог наш, молитвами причисляя своей матери, Святых, праведный Бог Отец и Акимана, и всех святых помилуй, И спаси от нас, яко благо человека любят. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Без беседы святителя Иоанна Зартоустова. Радуйтесь всегда о Господе. Радующийся о Господе ни в каком случае не может быть лишен этой радости. Все другое, о чем мы радуемся, превратно, непостоянно и удобоизменчиво. И не только это имеет в себе недостаток, но и то, что и будущий продолжитель не доставляет нам такой радости, которая бы прогоняла и затмевала печаль, причиненную нам другими предметами. А страх Божий имеет то и другое, он тверд и неподвижен, и столько источает радости, что мы бываем совершенно нечувственными и к другим бедствиям. Боящийся Бога, как должно и надеющийся на Него, приобрел в себе самый корень радости и владеет вполне источником благодушия. И как малая искра, упав, в безбрежное море легко исчезает, так, чтобы не случилось с боящимся Бога. Все, упадая, как бы в великое море благодушия, угасает и исчезает. А в особенности удивительно то, что такой человек не перестает радоваться и тогда, когда есть причина для печали. Если бы ничто не причиняло печали, не было бы велико для него, то и то, что он может непрестанно радоваться. Но быть выше всего, когда постигают многие бедствия, повергающие в скорбь, и радоваться среди печали – вот это и необычно. Итак, из сказанного ясно, что нельзя найти у мирских людей ни одного рода жизни, в котором бы благодушие было постоянным достоянием, а что верующий не может не наслаждаться непрестанной радостью, и это постараюсь опять доказать, чтобы вы не только узнали эту беспечальную жизнь, но и поревновали о ней. Представим же человека, который не знает за собой никакой вины, но имеет добрую совесть стремиться к будущему и пребывает в благих надеждах, что может, скажи мне, повергнуть его в печаль. Не всего ли невыносимее представляется смерть, но ожидание ее не только не печалит, а еще весьма радует его. Он знает, что наступление смерти – избавление от трудов и приведение к венцам и наградам, назначенными для подвязающихся благочестия и добродетели. А безвременная кончина детей, но и это переносит он мужественно и говорит словами Иова. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословенно. Книга Иова, первая глава. Если же смерть и потеря детей не могут опечалить, тем более ущерб в имуществе, поношения, обвинения, клеветы и болезни телеса никогда не могут поразить столь великой и доблестной души. Так и апостолы подвергались опобоям, но не скорбели. Велико же и это, но гораздо важнее то, что они не только не скорбели, но и самые бечи делали поводом к еще большей радости. И возвратились из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние апостолов, 5 глава, 41 стих. Оскорбил кто и обругал такого человека, но он научен Христом радоваться и среди поношений. «Радуйтесь, — говорит Христос, — и веселитесь, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, ибо велика ваша награда на небесах» — Матфея, 5 глава. Впал он в болезнь, но он слышал, как другой увещевает и говорит, «В болезни твоей и в бедности веруй ему, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в гарнире уничижения». Книга Серахова, 38 глава. Если же ни смерть, ни потеря имущества, ни болезнь телесная, ни бесчестие, ни поругание, ни иное что подобное не может его опечалить, напротив, еще и радует, то какая будет у него еще причина печали? Что же скажешь? «Разве святые не скорбели? Не слышали, что говорит Павел? Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему» — Кремлем, 9 глава. Вот это самое удивительное, что скорбь приносила пользу и радость от самого плача. И вот что еще удивительное. Мирская не только печаль, но и радость наносит крайний вред, а в делах духовных совсем напротив. Не только радость, но и печаль имеет великое сокровище благ. А как это? Я скажу. Нередко иной в мире радуется, видя врага, в несчастье. И этой радостью навлекает на себя великое наказание. А другой опять скорбит, видя брата падшим. И этой скорбью приобретает себе от Бога великое благоволение. Аминь. Брани всех, Господь. Кто готовился на исповедь, оставайтесь. Сейчас будем исповедаться.